С 1 июня в Рязани перестанут действовать льготы на трех маршрутах коммерческих перевозчиков в 41, 95 и 88. Количество муниципального транспорта увеличится. Льготами можно будет воспользоваться в троллейбусе и автобусе. Мы совместно с управлением транспорта начинаем работу по оптимизации маршрутной сети. Одна из мер это льготы только на муниципальном транспорте, например, как на первом и на седьмом автобусном маршруте. Увеличиваем количество единиц. В МУПУРТ планируют привлекать троллейбусы, которые поступили в Рязани из Москвы. Дополнительный транспорт будет дублировать маршруты коммерческих перевозчиков, на которых отключат льготные проездные. На примере первого троллейбуса хочу добавить, что после отключения 41 маршрута от льгот вместо шести троллейбусов сегодня выехало уже девять троллейбусов. Мы будем постоянно держать ситуацию под контролем не только на первом маршруте, но и остальных маршрутах троллейбуса и автобуса. И при необходимости будем добавлять единицы. Оценить, насколько подготовлен муниципальный транспорт для выхода на маршруты, приехали Владимир Бурмистров, заместитель главы администрации Рязани, и Евгений Белинецкий, заместитель председателя правительства Рязанской области. Инспекция была проведена на конечной станции первого маршрута. С этой недели у нас транспорт возвращается в прежний режим работы, то есть у нас 100% транспорта выходит на линию по режиму работы буднего дня. Хотелось бы напомнить пассажирам о необходимости соблюдения социальной дистанции, использования в обязательном порядке в местах массового скопления людей, особенно в общественном транспорте, это средства индивидуальной защиты. Хотелось бы напомнить людям о необходимости заботиться о собственном здоровье и об окружающих. В мэрии отметили, что интервал движения троллейбусов и автобусов не превысит 5-10 минут. На данный момент отрабатывается 7 маршрут автобуса, 10 и 17 маршруты троллейбусов.